В Североказахстанской области с рабочим визитом по масштабированию сервисной работы полиции побывал заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев. Он проверил организацию работы и условия для несения службы стационарного поста полиции модульного типа, ознакомился с приемной для граждан, а также проинспектировал работу кавалерийского отделения Петропавловского батальона патрульной полиции и Центра кинологической службы. Подробности в материале при службе профильного ведомства. Современный стационарный пост модуль 391 на пересечении улиц Конституции Казахстана Ауэзова действует с конца прошлого года. Ежедневно там в двухсменном режиме дежурят сотрудники батальона патрульной и ювенальной полиции. Патрулированием охватываются развлекательные заведения, культурные учреждения, административные здания, госорганов, а также школа. В модуле работают шесть камер, четыре наружные и две внутренние. В целом с начала года дежурные поста выявили более 180 правонарушений. За время его действия к стражам порядка обратились около тысячи граждан. Мурат Баймукашев дал ряд указаний по организации труда в рамках сервисного формата работы, обеспечения безопасности людей и принципы полиции в шаговой доступности. За время работы сервиса принято 534 сообщения, обработаны какие-то списанные наряды, какие-то, получается, составленные одни протоколы. Получается, он только появился, потом он загружается в базу? Так точно, имеется доступ в архив, это можно все выгрузить, просмотреть. Ознакомился заместитель министра внутренних дел и с работой по реконструкции Центра оперативного управления. За 10 месяцев с помощью камер видеонаблюдения там выявили 20,5 тысяч правонарушений. Также Мурат Баймукашев посетил музей североказахстанских правоохранительных органов, проверил организацию несения службы полицейской кавалерии и службы кинологов. Заключительным пунктом рабочей поездки стал участковый пункт полиции, совмещенный со служебным жильем инспектора села Новомихайловки в Мамлюцком районе. Гюзель Закарья при содействии пресс-службы областного департамента полиции.